Мы получим новую книгу, которая называется «Ховот Альвавот». Эта книга имеет две части. Эта книга была написана тысячи лет тому назад. Она была написана на арабском языке. Великий рабай был, которого звали Рабину Бахье. У нас в истории было два рабая, которых звали Рабину Бахье. Один из них, который написал эту святую книгу «Ховот Альвавот». Второй был Рабину Бахье, который написал объяснение на Тору и еще другие книги, «Хадакемах» и другие книги. Почему этот большой рабай, Рабину Бахье, написал эту книгу на арабском языке, мы объясним через минуту. Во-первых, сегодняшний урок будет. Человек, который организовал сегодняшний урок, попросил, чтобы мы сказали все вот эти вещи. Значит, мы должны знать, что эта книга называется «Ховот Альвавот». «Ховот Альвавот» переводится «Обязанности сердца». Вы живете в Америке, у вас есть какие-то определенные обязанности. Вы едете на машине, вы обязаны иметь иншуранс. Если вы не будете иметь иншуранс, вы получите штраф. Вы обязаны регистрировать свою машину. Вы обязаны чистить снег. Если выпал снег, вы должны почистить свой снег, чтобы никто не подсказнулся, не упал. Живя в Америке, у вас есть определенные права и определенные обязанности. Итак, мы должны знать, что наше сердце тоже имеет обязанности для Бога. И поэтому эта книга «Ховот Альвавот» переводится «Обязанности сердец». Ваше сердце, его сердце, все, кто здесь находится, ваши сердца перед Богом что-то обязаны. Что вы обязаны? Думать про Бога или думать? Вот эти вещи объясняются в этой святой книге «Ховот Альвавот». И почему он написал эту книгу именно на арабском языке? Мы же должны писать все на иврите. Потому что большинство евреев жили в арабских странах. И поэтому он хотел, чтобы простые люди тоже поняли эту книгу. Поэтому он написал это на арабском языке. Потому что люди тысячи лет тому назад, они в основном говорили на арабском языке, там, где он проживал. И потом пришел большой другой рабай, и его звали Рабиуда Ибн Тибун. Он перевел с арабского на иврит. И это не простой иврит, это очень и очень сложный иврит. И поэтому, если посмотрите на эту книгу, наверху здесь есть перевод на иврит, сложный. И потом объяснение левтов на простом доступном иврите, который уже другие рабаи написали, для того, чтобы могли понять, что он имел в виду. Сложный иврит тяжело понять. На простом доступном иврите, поэтому он написал. Это объяснение называется левтов, что переводится хорошее сердце. Есть люди, которые говорят, у меня хорошее сердце, а для Бога, Бог говорит, у него самое нехорошее сердце. А он думает, что он хороший. Итак, книга начинается в вступлении. Только вступление, чтобы понять, смотрите, сколько страниц, только вступление. Введение предисловия, преамбула к этой книге. Сколько вещей он пишет, уже человек начинает дрожать. Какие у него обязанности перед Богом. Благословен Бог, Бог евреев, которому только ему надлежно иметь титул, что он единый. На свете есть много людей, которых имеют такое имя и вашу фамилию. Правильно, у вас есть однофамильцы? Если у нас на русском говорят, незаменимых нету, на самом деле незаменимых есть. Но Бог, он является по-настоящему один, который на самом деле никто, как Бог, нету и не будет никогда. Бог один есть, был и будет. На веки веков. Благословен этот Бог, которому надлежно иметь этот титул и это звание, что он один. Один, единственный и незаменимый. Акадмон бентьюто. Первее Бога никого не было, и после Бога тоже никого не будет. Кто создал Бога, это другая тема, совсем мы об этом не будем говорить. Как Бог появился на свете, это очень большая тема. Но Бог является первее всех. У Бога нету папы и мамы, нету братьев и сестер, он один. Амашпия томит этого. Бог всегда нам дает сверху кислород, нам дает то, что нам надо. Всегда Бог сверху нам дает то, что нам необходимо. И не думайте, что Бог создал этот мир, поставил на автопилот и ушел. Нет. Если у вас есть самолет, вы уже наверху, на высоте определенной, вы ставите на автопилот, и самолет, он сам летит. Вы можете немножко задремать, отдохнуть немного, самолет, он уже сам компьютер может летать спокойно. Но это не то, что происходит со Вселенной. Когда Бог создал Вселенную, Он не ставил ее на автопилот. Бог постоянно, постоянно что делает? Наблюдает. Это называется мажгиях. Мажгиях переводится, Он всегда смотрит, чтобы не было никаких проблем. Потому что если звезда какая-то взорвется, даже если она далеко от нас, то от нас ничего не останется. Тогда зачем Бог создал этот мир? Бог говорит, я хочу, чтобы эта планета существовала, чтобы люди исполняли мои митвы, чтобы я мог им после смерти дать им ганейден, когда их душа будет там. Поэтому Бог постоянно смотрит, чтобы черная дыра, которая есть, разные-разные черные дыры есть, чтобы она не поглотила нашу планету, чтобы наша планета существовала, Бог всегда-всегда смотрит и контролирует. Все то, что Бог создал на свете, все насекомые, есть насекомые, которые мы смотреть не хотим, страшные насекомые, неприятные, тараканы, все вот эти сороконожки, нам неприятно на них смотреть, мы гнушаемся ими. Но даже вот эти ничтожные вещи, которых Бог создал, они тоже являются свидетелями, что Бог есть. Все то, что Бог создал в этом мире, хоть вам нравятся они, хоть нет, это все в одной гармонии показывает, что Бог есть. Как, например, чтобы сказать, что это совсем не так, как у греков, например, греки говорили, что есть разные боги. Есть Бог для огня, есть Бог для воды, они же противорожные вещи. Огонь и вода – это две разные вещи. Греки говорили, что есть разные боги, не дай бог. Но Бог говорит, я один, и даже если вы видите, я создал много противоположных вещей, холод, жара, огонь, вода и так далее и тому подобное, Бог говорит, я все один создал. И нечистые силы, и святость, Бог говорит, я это все создал для того, чтобы вас испытать, вы будете идти по этой дороге или возьмете правильную дорогу. Ваяцар – это инцурим льет эдут аль-гвурато. Бог создал этих созданных, чтобы они были свидетелей, что Он всемогущий, для Бога нету никаких пределов. Если есть такие планеты, чтобы самолетом пролететь эту планету, эта звезда называется Ю-Вискутти, чтобы самолетом один круг сделать, сколько надо, за нашу планету вы можете за полтора дня самолетом пролететь, один круг сделать. Но эту планету, эту звезду, чтобы один раз самолетом пролететь, вам понадобится 1100 лет, беспрерывно. 1100 лет должны летать на самолете, чтобы один круг сделать. Это показывает, что для Бога ничего лимит нету, если Бог создал такую громадную звезду, которая в 5 миллиардов раз больше, чем само Солнце, само Солнце больше, чем наша планета в много раз, а эта звезда больше, чем Солнце в 5 миллиардов раз. Вы представьте, если Бог все это может сделать, для Бога лимит нету, и не думайте, что Солнце, оно самое горячее вес на свете, если Солнце, оно 15 миллион 400 тысяч градусов Цельсия в самом центре Солнца, это даже и nothing, какие есть другие звезды, и когда звезда взрывается вдруг, да, это очень редкое явление, чтобы звезда взорвалась, Там такая температура, триллионы, триллионы градусов жары, триллионы. И поэтому Бог говорит, у меня нету никакой лимит, никакой у меня предел нету, я могу сделать все, и даже вы не представляете, что я могу сделать. Поэтому Бог говорит, у меня нет никакой лимит. Люди говорят, а неужели в раю столько места есть, в Ганеден, мы все хотим попасть в Ганеден, там столько места разве есть? А в Гейноме разве столько места есть, столько грешников есть? Это шуточный вопрос. Разве для Бога есть какая-то проблема расширить или уменьшить Ганеден или Гейном? Какие люди вопросы задают, просто вы не знаете, смеяться над ними или плакать над их вопросами? Вахидеш это улам вейд колабруим лагаид аль хохматова годель туго. Бог создал этот мир, чтобы все познали его мудрость и его бесконечную доброту. Даже если вы видите, что в мире люди страдают, ребенок родился, у него рука поломанная, он слепой, ребенок родился, человек сделал смертельную аварию, женщина похоронила трех сыновей. Страшные вещи в мире происходят. Все равно Бог говорит, это все для блага человека, просто вы никогда это не поймете. И поэтому Бог говорит, вы должны изучать мою Тору, и только тогда вы немножко поймете, как я думаю. А вы думаете, как люди, мы никогда муравья, муравей нас может понять или нет? Муравей, он думает, что он умнее всех муравьев, которые есть там, да? Муравей думает, что он умный. А если, например, вы скажете муравью, я хочу тебе объяснить, как работает ручной телефон, как работает компьютер, муравей вас поймет или нет? Как бы он умный не был этот муравей, он никогда нас не поймет. То же самое, люди думают, я умный, я закончил два университета, у меня есть много титулов, перед Богом ты ноль. Только когда человек хорошо изучает Тору, он немножко может понять, как Бог думает и как Бог управляет этим миром. А если человек Тору не изучает, и он хочет Бога понять, почему в мире столько проблем, ты никогда Бога не поймешь, потому что ты даже и не начал познавать Бога. Как написано в книге Тейлим, глава 145, предложение 4, И с поколения в поколение будут восхвалять твои дела Бог. И твои могущества люди будут пересказывать другим, что человек обязан знать, что есть Бог, и должен знать, как Бог управляет этим миром. И еще в других предложениях есть, много-много есть предложений, которые говорят, что человек, он обязательно должен знать Бога. Сегодня есть люди, которые с Богом никакие отношения не имеют. Они не знают, что есть Бог. Люди даже приходят в синагогу, говорят хадиш, они даже не знают, для чего они говорят хадиш. Кому они говорят хадиш? Что такое хадиш? Но если спросите человека после смерти, ты хочешь попасть в Ганедене или хочешь попасть, не дай Бог, в Гейном? Конечно, я хочу в Ганедене. Мы просим раба, почитайте Ашково. Сейчас мы читали молитву для умерших, правильно? Ашково называется. И там мы просим, чтобы этот умерший, вы говорите имя своего умершего, вы просите Бога, чтобы этот человек, который умер, попал в Ганедене. А что есть в Ганедене? В Ганедене нету то, что вы думаете, шашлыки или там телесное наслаждение. Там этих вещей нету. Написано в Гмарамасехет Брахот, что такое Ганеден? Цадиким Йошвим ве аторотэгем барашэгем ве нейним мизивашхина. Праведники сидят, их короны на их головах, и они удовольствуют от сияния Бога. А я думаю, что в Ганедене шашлыки есть, другие наслаждения есть, нет там таких вещей. Только в Ганедене вы находитесь с Богом. Но если вы с Богом никогда не общались, не разговаривали, для вас Бог – это просто что-то далекое, непонятное, никогда вы с Богом на одине не разговаривали. Когда вы ищете паркинг, вы не говорите, Бог, дай мне паркинг. Если, например, раз кто-то болеет, вы не говорите, Бог, вылечи, пожалуйста, моего близкого человека. Вы с Богом не общаетесь. Вы думаете, Бог меня не слышит, Бог меня не видит, Он занят, Ему сейчас не до меня. Тогда вы попали в Ганедене, а вы с Богом как чужой, вы никакого отношения с Богом не имеете. Тогда зачем вам попадать в Ганедене? Что это вам даст? Там нет шашлыки и другие вещи, которые вы думаете. Поэтому человек за свою жизнь, он должен иметь то, что на английском называется relationship. Что такое relationship? relationship – отношения. Вы имеете с Богом отношения, вы знаете, вы с Богом разговариваете, вы знаете, что Он есть, и Он всегда говорит, молодец, мой сын, что Он всегда мне молится, Он знает, что я существую. А если вы никогда с Богом не общались, вы говорите хадиш, даже не знаете, что такое хадиш, для кого вы говорите хадиш, вы ждете, чтобы годовщина папы закончилась, или годовщина мамы закончилась, чтобы перестать говорить хадиш. Бог говорит, я его не знаю, он меня не знает, кто он вообще такой. В Ганеден попал, что ты там будешь делать? Самое большое добро, которое Бог дал человеку, какое добро, вы думаете? Если, например, Бог скажет, ты доволен своей жизнью? Вы скажете, Бог, я очень доволен своей жизнью. Вот, например, ваш папа, прожил он 96 лет. До последних дней был в полном здравии и ума, я с ним часто беседовал. Был очень умный человек, был спортсмен. Сколько раз он прыгал с высоты, то есть, как это назвал? Порошок, был такой? Он был спортсмен, он был такой сильный человек, умный человек, был необычный человек, ваш папа. Все то, что человек хочет, ваш папа имел. Теперь, например, если Бог скажет вашему папе, Миша, Блуманаше, что ты хочешь мне сказать самое хорошее, что я дал человеку? Самое хорошее, что Бог дал человеку из всех вещей. У него крыша над головой есть? Есть. Хорошая жена есть? Есть. Послушные дети есть? Есть. Никогда не болел? Не болел. Уважение среди народа? Есть. Деньги немножко имел, не попрошай. Все он имел. А какое самое большое добро, которое Бог дал человеку? Из всех этих вещей, номер один что? Атува, гдола, беотер, шейти, ва, бурел, а, вадав. Самое большое благо, добро, которое Бог дал человеку? Шенатан баимхакарам малиаба афанашлема. Что Бог дал им полное сознание и полное понимание. И это мудрость, что вы можете познать Бога. Животные не могут Сефар-Туро читать. Насекомые не могут понять, что написано в Сефар-Туро. Собака, кошка, они эти вещи не знают. Но вы имеете вот эту способность открыть Тору и что? Познать Бога. Если у вас есть миллиарды и миллиарды, это вы с собой ничего не заберете на тот свет. 150 лет тому назад люди на свете были или нет? Они бегали за деньгами или нет? Они имели большие дома или нет? От них что-нибудь осталось? Где они сейчас? Все то, что они удовольствовали, это все временное явление. Где они сейчас? Если они в Ганеды не попали, какой смысл от их жизни? Все самое главное на свете, это что вы с Богом имели connection. Все в этом мире уйдет. И планета эта закончится, конец света. Все, все исчезнет. Вопрос, что будет с вами? Вы с Богом будете или вы тоже пропадете, как все, и ничего от вас не останется? Бог говорит, если ты со мной, я вечно, я никогда не умираю, я всегда существую. Если ты со мной, ты будешь вечно существовать. А если ты без меня, все эти удовольствия, все эти твои бизнеса, дома, все эти удовольствия, ноль. Это все временное явление. Поэтому каждый человек, он должен Бога благодарить. Мы когда выходим читать Сефар Тором, мы говорим, Бог, спасибо, что ты мне дал Тору. Вы любите, что вам давали обязанности, вам сказали, вставай, давай, начинай убираться. Вы говорите, я хочу отдыхать, я не хочу обязанностей. А мы наоборот говорим, Бог, Баруха Таашем, но ты на Тора, спасибо, что ты мне сейчас даешь Тору. Как? Он же 3333 года назад Тору дал. Бог говорит, нет, я до сих пор даю тебе Тору, потому что я тебе мозги открываю, чтобы ты понял, что я имею в виду. Самое большое благо, если вы хотите Богу сказать, спасибо, Бог, я доволен своей жизнью, то, что он вам дал хорошую жену, Баруха Таашем, он вам дал хороших детей, спасибо. Ваши келины вас слушают, уважают, ваших жиновей уважают, Баруха. Это nothing по сравнению с тем, что Бог вам что дал? Мозги. Что вы имеете право, у вас есть возможность познать самого Бога. Он вам дал книгу, он вам дал объяснение, и поэтому это является самый-самый большой подарок от Бога. Умэ вия отам ла асот эра цону айлоким. И благодаря тому, что вы читаете Тору, вы можете понять, что Бог от вас хочет, и что Бог не хочет, что вы делали. Вы знаете, что Бога злит, и вы знаете, что Бога радует. У вас родился ребенок, ему один месяц. Он знает, что вас радует или нет? Ребенок, ему один месяц, он знает, что вас радует? Ваш одномесячный ребенок не знает, что у вас есть проблема, что моргидж вы не можете заплатить, он не знает об этом. Он не знает, что вы любите шашлык, он не знает, что вы любите какие-то желания у вас есть. Ребенок, ему один месяц, он ничего не понимает. Но вы, уже взрослый человек, вы уже должны понять, что Бог любит и что Богу не нравится. Богу не нравится, что вы идете в воскресенье, понедельник, другие дни на пляж. Богу это не нравится. Богу не нравится, когда вы смотрите кино, вместо того, чтобы Тору изучать. Есть вещи, которые Бог радуется, а есть вещи, которые Бога злят. И много людей даже не знают, что Бог недоволен, что твоя жена голову не покрывает. Бог недоволен, что ты лезвием брешь лицо уже много лет. Бог недоволен этим, Бог злой. А вы думаете, ничего, Бог доволен, я хороший человек, я не ворую, я не убиваю. Вот, смотри, тот человек ворует, тот человек убивает, я хороший человек. А вы думаете, что вы хороший? А Бог на вас тоже злой. На него 1000% злой, на вас 900% злой, но на вас злой. Поэтому, Бог, мы должны его благодарить беспрерывно. Спасибо тебе, Бог, что ты мне дал возможность понять, что тебе нравится, что тебе не нравится. В этом мире и в том мире я буду потом от этого иметь результаты. Как написано в книге Мишлей. Ибо Бог дает человеку знание и разумение. Мипив дату твуна из его уст, Бог дает мудрость и понимание. И написано также в книге Ио, глава 30, предложение 8. Впрочем, это дух человеческий и духовение Бога дают разум и знание. Короче, написано, что Бог дал нам подарок, что мы можем глубоко-глубоко размышлять. Глубокие вещи. И также это написано в Библии, книга Даниэль, глава 2, предложение 21. Яхев хакматалла хакимин, арамейский язык. Бог дает мудрость тому, кто уже мудрый. Если Бог видит, что вы умный, Он вам еще дает умный быть. Если Бог видит, что вы не умный человек, Он говорит, что я буду давать ему. Если я ему дам умность, мудрость, Он будет использовать на плохие вещи. Только когда Бог видит, что вы умный человек, Он вам еще добавляет мудрость. Уманадалла адимина. И Он дает умным человекам, способным понимать. И написано в другой книге, это книга Ешайя, глава 48, продолжение 17, Библия. Ани ашемалу кеха, я твой Бог. Маламидхал ла хуил. Который учит тебя быть полезным, наставляющий тебя на пути, по которому пойдешь ты. Значит, мы видим в разных местах нашей Торы, что Бог говорит, я вам даю разум, я вам даю мозги, чтобы вы знали, что мне нравится, что нет. Теперь, мудрость имеет три вида. Первое, значит, мы сейчас будем перечислять, есть мудрый. Если, например, у вас есть мозги, на три части главные мозги человека разделяются на три главные части. Первое, первое, это то, что вы знаете природу. Вы знаете, что это дерево дает плоды. Вы знаете, что вулкан это очень опасная вещь. Вы знаете, что землетрясение очень опасное. Вы знаете, что океан имеет свои плюсы и свои опасности. Вы знаете очень хорошо природу. Природу надо знать или не надо знать природу? Для чего? Человек должен знать природу, он должен знать свойства животных, свойства натуры, все эти вещи он должен знать. На бухарском это называется тавиат, тавиат ашамимуды, это его свойства, это его натура. Человек должен знать характеры всех, которых Бог создал и все их свойства. Как они меняются иногда, или они возвращаются, или они не возвращаются. Вулкан, когда выходит с земли, он горячий, очень и очень горячий, потом постепенно что становится? Он остывает и превращается в пепел, он меняется, он под землей горячий, но потом, когда он выходит уже, он охлаждается, и все, уже превращается в пепел. Значит, человек, мудрость, это то, что он должен знать природу, он должен знать, как Бог создал этот мир, какая природа, через природу вы можете узнать Бога. Вы говорите, неужели это Бог все один создал, а столько вещей? Само по себе это рак могло появиться? Глаза, уши, нос, рот, все на своих местах. Если это сам по себе появился, почему не получилось, что один глаз здесь находится, а один глаз здесь находится? Почему уши, все это как, а как это все Бог придумал? Столько животных, столько насекомых, столько птиц, столько рыб, вау! Сам по себе это могло появиться? Как это возможно? Второй человек должен знать, как надо правильно использовать то, что Бог создал. Сегодня вы знаете много-много проблем, что мир загрозняется. Люди используют одноразовые вещи. Мы тоже пользуем одноразовые, но если сейчас вы хотите пить воду, зачем вам пользовать одноразовый стакан, если у вас есть стеклянный стакан? Помыть вам трудно, да? Все эти одноразовые вещи, это загрязняет нашу природу. Все это бросает в океан, это все загрязняется. Человек должен знать, как надо правильно использовать природу. Когда Бог создал Адама, Он сказал, Как это переводится? Обрати внимание, чтобы ты мой мир не разрушил. Чтобы ты был внимательным, чтобы ты не разрушал мой мир. Когда человек пьет, есть молодые, которые пьют на улицу, и они бутылку бросают. Ты бросаешь бутылку. То, что машина может на него наехать, и он может проколоть свои баллоны, это одна проблема. Но ты загряжаешь весь мир. И не говори, что каждую пятницу, каждую среду мою проезжает, машина все отчаяет. Ты разрушаешь мир, загряжняешь его. Бог говорит, я хочу, чтобы вы не только поняли, как я создал эту природу, я хочу, чтобы вы также правильно использовали мою природу, чтобы мир не разрушали. Чтобы вам было потом хорошо. Вот, например, коронавирус. Один человек поел летучую мышь. Будем идти по тому мнению, что это не люди придумали коронавирус в лаборатории, а это от природы. Бог сказал, я не разрешаю кушать летучую мышь. Я не хочу, чтобы вы это ели. Я злой, когда люди кушают эти вещи. Да, в Китае много людей, они не знают, что кушают, они кушают все то, что двигается. Но Бог разрешил это или нет? Гуимам, по идее, разрешил. Но есть вещи, которые Бог говорит, немножко мозги надо использовать. Летучую мышь вы кушаете. Из-за одного человека, смотрите, весь мир как пострадал. Сколько людей потеряли родителей, сколько людей потеряли деньги, сколько людей в депрессию попали, сколько людей кинулись с высоты. Кушают они. Обезьян открывает мозги, кушают. Но Бог ненавидит эти вещи. Эвер Минахай называется. Бог говорит, за то, что ты, один человек, сделал нарушение, нарушил законы природы, из-за тебя весь мир 7 миллиард 700 миллион человек, кто понемножку, кто сильно пострадали. Нет, то, что умерли, я сейчас не говорю, но все как-то же пострадали. Кто работу потерял, кто похоронил какого-то родственника, кто переживал, что будет. У кого-то намечалась свадьба, они поменяли свадьбу, хотели 500 человек, еле как собрались 100 человек в 11 часов. Быстро-быстро закругляйтесь. Сколько людей из-за этого пострадали? И почему? Потому что один человек нарушил законы природы. Значит, мы должны знать, что нам нельзя говорить, хай он один человек, 7 миллиард людей. Один человек может все поменять на хорошую сторону, и один человек может повлиять на плохую сторону. Гитлер и Махшимо. Весь мир поменял на плохую сторону. Один человек. И сколько евреев за него голосовали в 1933 году? Он очень умный, очень хороший. Много раз, когда человек Тору не знает, голосует за тех, кто не должен быть президентом. Поэтому мы должны знать, что человек, он не только должен знать природу, а также он должен знать, что Бог хочет, чтобы ты использовал в этой природе. Даже вот эти ненужные вещи, летучая мышь, какой-нибудь смысл от нее есть, какой-нибудь толк есть? Ответ есть. Просто, может быть, мы не знаем. Все то, что Бог создал в этом мире, даже если вы думаете, что он лишний, таракан разве в этом мире нужен? Когда мы видим этих тараканов, как это нас злит? Мы не хотим, чтобы у нас были насекомые. Но Бог говорит, тараканы напоминают, что вы должны быть чистоплотными людьми. Не оставляйте крошки, тщательно все протирайте, чтобы была дома гениальная чистота. Вы видите, что... А иногда соседи, они грязные, и к вам домой забегают эти насекомые. Поэтому Бог говорит, все то, что я создал в этом мире, вы должны знать, что даже вот эти вещи, которых вы не хотите видеть, они все нужны. А коли ли это хохмото, аозрот лаадам ли иштамеш бани враэм ли цраха. Бог говорит, вы должны использовать мою природу для того, чтобы исполнять митвы. Если бы коровы не было на свете, быки и коровы, вы бы тфилин смогли завязать? Да, есть мелкий рогатый скот, есть крупный рогатый скот. Есть тфилин, который делается из кожи барана тоже. Олени. Но есть законы, какие можно, какие нельзя. Есть очень много законов. Но обычно самый хороший тфилин, это из кожи быка, коровы. Это считается тфилин гасот. Значит, Бог говорит, вы должны использовать природу. Праздник суков, вы берете четыре вида растения. А представьте, что этого растения нет уже. Все. Были деревья, которые сегодня уже, их нету на свете. Есть птицы, которые уже больше не существуют. Есть животные, которые пропали. Бог говорит, я хочу, чтобы вы использовали мою природу, потому что, если нет, вы не сможете исполнять митвы. И третье, на этом мы закончим на сегодня. Третья мудрость, это познание Бога. Это самое важное, чтобы человек знал про Бога, знал про его Тору, что Бог хочет, что Бог не хочет. Вот эти три главные вещи, которые человек должен знать. Баруха дональя улам. Амин ваамин. Рыбихананя вера. Рыбихананя вера.